Спартак в очередной раз проиграл. Это пятое поражение в премьер-лиге подряд. Такого не случалось даже в черном для красно-белых в 2003 году, когда команда рухнула в бездну практически. Но даже тогда, повторю, такого не было. При этом нельзя сказать, что сегодня Спартак был как-то чудовищем. Он старался, он бился, он еще до перерыва сквитал в Краснодаре один мяч, но ничего не помогло. Очередное поражение. Огромная ротация в составе, насколько я понимаю и насколько нам сообщают из Спартака. Связана она была в основном с болезнями, травмами и повреждениями. Тренерское решение, то есть Сергея Кузнецова, его главного тренера, это только рокировка в воротах вместо Максименко-Ребров. Но сути дела это не меняет. Спартак 12-й и это первое место в таблице, при котором команды избегают стыков. Ниже еще на одну ступеньку и все, и спартаковцы останутся, окажутся точнее в зоне стыков. На этом вот невеселом таком фоне в воскресенье в Москву прибыл Доменико Тедеско. Основной кандидат на замену Олегу Конону, 34-летний, бывший тренер Шальки. Творец, ну можно сказать чудо с этой командой, которая, я напомню, в сезоне 17-18 финишировала второй. В Германии это сродни подвигу, учитывая, что есть Бавария, есть Барусия Дортмундская, есть стремительно развивающийся Лейпциг. Ну, лига в общем серьезная. Что он здесь делает? Это главный вопрос. Насколько я понимаю и по моим данным, до Медика не прибыл, что называется, поставить рощерк под контрактом. Возможно, это все случится, но пока итало-немец будет изучать, скажем так, инфраструктуру того, с чем ему, возможно, придется в ближайшем будущем столкнуться. Насколько я понимаю, будет ему показано открытие арена, база, которая там же в Тушине в 500 метрах сооружена, комплекс тренировочных полей. Тарасовку наверняка предъявят, возможно, детскую академию. Не будем забывать, что он начинал ТДСК как тренер. Именно с юношеских команд ему эта тема близка. Дальше все это взвесив, посмотрев, оценив, возможно, и результаты последние, и состав, и прочее. И несколько раз еще подумав, ТДСК примет решение. Как я уже писал, мяч сейчас находится на его стороне. Для Спартака эта кандидатура приоритетная, и решение, ну, в общем, только за самим Доменика. Насколько мне известно, определенный прогресс в переговорах с ним достигнут. То есть они, может быть, не так быстро, но продвигаются. Напомню, условия это 2,5, ну, не 2,5, 2,9 месяцев. Потому что будем считать до окончания, вот этот отрезок до окончания нынешнего сезона плюс 2 срок контракта. Порядка полутора миллионов евро зарплата, может быть, несколько больше. Вот такие исходные. Дальше решать ему в Спартаке, именно в Спартаке надеются, что сейчас с наступлением паузы на сборные, на матчи сборных, процесс завершится достаточно быстро. Какое мнение у самого ТДСКа, это пока вопрос. Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, если контракт будет подписан, мне представляется это как минимум любопытным опытом.